На этом месте много лет простоял уникальный аппарат. Именно он пришел на смену крестьянской лошадке. И сейчас эта четырехтонная махина будет доставлена в свою последнюю стоянку. Это паровая машина или локомобиль. Такой тип теплового двигателя внешнего сгорания использовали в послевоенные годы, на стройках, заводах и даже железной дороге. Именно этот аппарат помогал освещать пилораму. Не так давно он отметил полувековой юбилей. Сколько я запомнил, когда появился этот паровой котел, он к нам в Почелах появился из деревни Юрас. А какую работу он здесь проводил, я думаю, что только поддерживал воду, то есть температуру для обогрева боксов в гараже здесь, на территории нашей. А как он работал, функционировал, я уже не застал, то есть был молодой. Позже его сменил более мощный генератор. И верный помощник советских работяг выбросили на задворки истории, а точнее к Владимиру Павловичу на задний двор. На аппарат многократно покушались мародеры, но жители деревни отстояли раритет. А когда узнали, что в Севердвинске хотят сделать его экспонатом, сразу согласились отдать. Мы обязательно будем его реставрировать. Я думаю, что в Подмосковье я видел просто очень похожих два таких аппарата, которые, в общем-то, наверное, с трубами, с колесами. Я думаю, обязательно мы туда съездим, посмотрим, какой он был красавец изначально и постараемся восстановить. Обязательно будем восстанавливать, конечно. Готовились к экспедиции в течение полутора лет. В разное время возникали вопросы, связанные с транспортировкой машины. Сначала они могли найти рабочие руки и погрузчик, а потом и вовсе засомневались, а безопасно ли переправляться с таким грузом по деревянному мосту. И только к этому лету все сложилось в единую картину. Вскоре начнутся работы по реставрации машины. И уже через несколько месяцев севердвинцы смогут увидеть локомобиль его первозданном виде на территории Дома молодежи «Строитель». Мария Тимофеева, Александр Дядьев, Вестник Севердвинска.